Рязанский театр драмы уже не в первый раз участвует в этом фестивале. Он ценен тем, что оценивают в нем именно актерское мастерство. Главными премиями являются актер России и актриса России. За честь и достоинство имени народной артистки РСФСР Еремеевой Битрих и премия «Признание». 19 мая Рязанский театр драмы показал зрителям и жюри комедию «Женитьба» режиссера Максима Ларина. Это единственный фестиваль. Он стоит немножко обособленным в череде театров. Фестиваль в России, коих много. Это актерский фестиваль, на котором оценится именно работа актеров. Мы очень любим ездить на этот фестиваль. И я очень горд, что наша труппа всегда показывает такие работы, что жюри отбирают для участия в фестивале. Там огромная география этого фестиваля. Это уже 17-й фестиваль «Рыбаковский». Мы в нем участвовали, если не помню, из меня это, по-моему, 5 раз. Более того, Александр Заяц, которых, к сожалению, уже сегодня нет, в свое время был актером России. Как раз вот на этом фестивале это звание было ему присвоено. Тамбовчане знают наш театр, и спектакль «Женитьба» приняли с большим успехом. Зрители смеялись, аплодировали и кричали заветное браво. На обсуждение жюри неоднократно говорили об ансамбле и сплоченности коллектива. Работа в этом фестивале именно на артистов. То есть, как работают артисты. Как сказали в жюри, что это актерский спектакль. Либо, они сказали, режиссер так себя замаскировал, что его работу не видно. Но именно в этом и заключается работа режиссера, чтобы себя спрятать. Себя спрятать, чтобы его работа была абсолютно незаметна. Но в то же время все артисты двигались в то направление, которым нужно режиссеру. В жюри вошли театральные критики, среди которых член экспертного совета российско-национальной театральной премии «Золотая маска» Алла Шевелева. Актриса Тамбовского государственного академического драматического театра, заслуженная артистка РСФСР Валентина Попова и другие. По итогам фестиваля Рязанский театр драмы получил три награды. Спектакль «Женитьба» стал лауреатом в номинации за лучший актерский ансамбль. Тамбовский союз театральных деятелей России наградил дипломом лауреата в номинации «Надежда Союза» Анастасию Дягилеву за роль Дуняши. Премия и признание отметили Андрея Блажилина, исполнителя роли Подколесина.